На связи с вами Сергей Самсонов, Александр Латкий и человек, который придумал концепт рендеринга в сетевом маркетинге и идею, которую успешно реализовала компания G-Network совместно с компанией Render Solution и группой австралийских программистов Евгений Черногубов. Евгений, спасибо, что вы согласились на это интервью. Прошлое интервью имело очень большой фурор. Действительно сейчас, можно сказать, по всему миру все больше и больше интересует идея рендеринга, появляется все больше партнеров. И поэтому, естественно, есть интересные вопросы, которые мы бы хотели вам задать. Итак, я сейчас передаю микрофон Александру Гладкому, и он задаст вопросы, которые сегодня назрели, и которые хотелось бы задать непосредственно Евгению. Спасибо. Спасибо, Сергей. Да, действительно, программа Render очень популярна становится, и все больше и больше людей интересуется. И я очень благодарен, что Евгений Черногубов согласился уделить нам время для ответов на насущные вопросы. И я сразу перейду к вопросу, к первому. Это самый популярный, часто задаваемый вопрос. Почему, собственно, сама наша программа Render Farm, она занимает не так много места на компьютере, то есть сама программа чуть больше 5 мегабайт весит. Хотя для других программ, другие программы, которые используются для рендеринга, такие как, допустим, 3D Max, либо Cinema 4D, они занимают место не меньше 1 гигабайта. В чем секрет, собственно, маленькой программы, и, может быть, здесь используется в Login Network какая-то уникальная технология? Пожалуйста, Евгений, можете как-то ответить на этот самый задаваемый вопрос? Конечно же, я на него отвечу. Всем здравствуйте. Смотрите, друзья. Дело в том, что это не совсем правильно заданный вопрос, потому что программы, которые мы называем 3D Max, Autodesk и остальные программы, это программы не для рендеринга, а это программы для рисования 3D-объектов. Для рендеринга используются специальные модули. Так вот, практически весь мир использует ядро просчета, так называемое ядро просчета Backborder. Это очень серьезное программное приложение, которое непосредственно рендерит на серверах, и там огромное количество различных функций есть, и оно весит аж 10 мегабайт. По сути, это и есть ядро, которое рендерит. Все остальное, то, что вы говорите, то, что занимает 2 гигабайта, оно действительно занимает очень много, но это не имеет отношения непосредственно к просчету рендеринга. Это имеет отношение к созданию 3D-сцен, вернее сказать. Это точно так же, как вот есть, допустим, всем известный Photoshop, в котором можно создавать файл многослойный, там, PSD, который может, в расширении PSD, который может занимать, допустим, 10, 20, 30, 100 мегабайт, 200 мегабайт и так далее. И Photoshop весит огромное количество, ну, там, в зависимости от количества модулей, занимает огромное количество мест на личностях, но просматривать файлы PSD может та же программка FastStone Image, которая, по-моему, по себе тоже весит в районе 20 мегабайт максимум. Спасибо, Евгений. Теперь перейдем к следующему вопросу. И при работе, собственно, программы от компании G-Network, от рендер-фермы, на протяжении целого дня замечен незначительный трафик интернета. Даже самый нескоростной, скажем так, интернет позволяет программе работать стабильно. Мы, так как мы имеем дело с 3D-графикой, с обработкой большого объема заказов, информации, которая может, в принципе, исчисляться терабайтами, чуть-чуть непонятно, почему, собственно, объем работы нужно делать большой, а трафик при этом совсем маленький на протяжении целого дня. Я считаю, что, и многие считают, что, собственно, интернет и скорость интернетом играют большую роль здесь в стабильной работе программы. В чем тут, собственно, секрет? Ну, на самом деле, здесь секрет технологии обработки данных модулей, данных заданий. Игра в том, что до этого, если мы сейчас обратимся к интернету и посмотрим на те рендер-фирмы, которые созданы, они созданы на базе соединения по локальной сети огромного количества серверов для просчета одного задания параллельно. То есть имеется в виду, что одно задание, оно распараллеливается на все процессоры, и таким образом образуется такой кластер, то есть супермощный компьютер, который быстро считает ту или иную 3D-сцену. Мы же пошли несколько другим путем. У нас, мы потратили большое очень количество времени, денег на разработку серверной части, которая стоит в компании Render Solutions, которая, принимая заказ, разбивает сцену на много маленьких микромодуль. То есть микромодуль, что это такое? Это, по сути, допустим, та же самая сцена, только вот берем мы маленький кусочек, то есть небольшой кусок, который вот в итоге просчитывается. И получается что? Что когда мы создали модули и научились их считать отдельно, мы ушли от проблемы первое распараллеливание процессов по локальной сети, то есть мы не распараллеливаем процессы, мы считаем каждый модуль отдельно, поэтому модуль может скачаться, причем просчитываться не одновременно со всем остальным заданием, может просчитываться когда угодно, и после того, как он просчитается, небольшой модуль, он возвращается на сервер. А когда все модули на сервере уже пособираются, да, все 100% проекта, только тогда сервер соединяет их в один общий проект. То есть это вот что-то типа торрента, только наоборот. И сами модули, естественно, они весят достаточно мало по сравнению с одним общим, большим, огромным проектом. Спасибо, Евгений. Следующий вопрос. В интернете есть множество предложений по рендерингу, и компания предлагает весьма небольшую, собственно, плату. За один час работы, ну, в среднем, скажем так, от одного цента до, там, скажем, 15 центов, это в среднем за гигагерц-час. К примеру, за 8 часов работы, ну, выходит где-то там, в среднем, в районе доллара. Рендер-ферма G-Network может давать своему владельцу от 1,5 до 4,5 доллара за те же 8 часов работы. При этом программа потребляет на 10, ну, 20% мощности компьютера. В чем секрет такой большой разницы в сравнении с конкурентами? Ну, на самом деле, там большого секрета нет. Да, действительно, есть несколько, даже не несколько, есть, наверное, несколько сот рендер-ферм, которые вот сейчас недостаточно загружены, и они предлагают, действительно, дешевые цены на просчет каждого проекта. Ну, дело в том, что рендер-фермы продают свои мощности двумя путями. Первый путь, и он, в принципе, самый распространенный путь, это тогда мощность процессора сдается поочередно каждому человеку, кто расположил, ну, загрузил какой-то проект. И это, действительно, стоит недорого, потому что вы скачиваете к себе какую-то программу, либо в онлайне закачиваете свой проект, и он становится в очередь, и ждет какого-то момента, когда мощность процессора освободится, то есть они досчитают предыдущий проект, и забирается ваш, начинается просчет. После того, как просчиталось, вы можете забрать этот файл, посмотреть на него, вносите какие-то поправки. Те, кто занимается рендерингом, они знают, о чем я говорю, обычно проект пересчитывается много раз, не один раз, потому что где-то тень забыли поставить, где-то немножко не так картинка, ну, не понравилась как, где-то освещение по-другому, где-то камеру сдвинули, и так далее. В итоге каждый проект, он пересчитывается много-много-много раз. В принципе, можно действительно, кому время не особо важно, использовать такой метод просчета и на этом экономить. Но есть и другой способ сдачи мощностей в аренду. Тогда, когда безлимитная аренда мощностей в определенное время сдается потребителю. Вот можно зайти на какой-нибудь, я не знаю, набрать в том же гугле рендер-хермы, и зайти на какие-нибудь сайты и посмотреть. Вот я вот сейчас первый, который мне попался, вот есть большая достаточно рендер-ферма, Ребус Фарм называется. Вот у нее тоже есть от 2,9 центов 1 ГГц в час, и выше можно просчитывать вот благодаря загрузке одного проекта, и оплаты за каждый проект, за подсчет каждого проекта. Но есть и цены относительно безлимитной аренды мощностей. Что такое безлимитная аренда мощностей? Это тогда, когда мы выбираем, сколько мы гигагерц хотим арендовать, и выбираем, на сколько дней. Ну вот та же Ребус Фарм, она сдаёт тут 7 дней, и получается, что 5 серверов по 2 ГГц, они сдают в неделю только здесь, а вот, за 1516 долларов. Это в неделю стоит 5 серверов. То есть если мы возьмем 1516, поделим на рабочие дни, допустим на 5, или даже на 7 давайте поделим, получается, каждый сервер сдаётся за 43 доллара в сутки. И теперь поделим на 2,4, потому что 2,4 ГГц в каждом сервере, получается 18 доллар 1 ГГц стоит. 18 долларов. А теперь представьте, что компания G-Network сдаёт в аренду мощностей только не по 18 долларов, а открыто демпингуя перед остальными, сдаёт в районе 8 долларов. И за счёт этого, естественно, обеспечивает от 1,5 до 4,5 долларов в сутки людям за то, что они отдают мощность своего компьютера. Всё зависит, естественно, от мощности, потому что меньше 1 ГГц выделяется на просчёт одними компьютерами, у кого-то чуть больше мощности, у кого-то меньше. Но, в общем-то, это вполне простая математика и экономически целесообразно и выгодно таким образом работать. Так вот, мы, по сути, сдаём действительно безлимитную аренду по времени, мощности нашей вот такой вот большой виртуальной арендер-фирмы. Спасибо, Евгений. Это были такие технические вопросы. Теперь давайте перейдём всё-таки, скажем так, к юридическим, потому что народ пытливый, всегда хотят разобраться во всём, всегда хотят прочитать устав компании и тому подобное. И вот такой вот неподдельный интерес вызывает целый ряд вопросов у людей, которые сталкиваются с G-Network и с предложением рендер-фирмы. Вот, собственно, вопрос. До недавнего времени, по большому счёту, про Render Solution Limited не знали практически ничего. В Google также не было замечено особой информации. Домен, на котором зарегистрировано представительство компании, RenderPlanet.com, он зарегистрирован, оказывается, всего 24 февраля 2014 года. Как давно вообще существует компания и какая у неё история, вот хотелось бы узнать? Ну, сама компания Render Solutions, она существует два года, и она создана специально для услуг рендеринга. И в своё время ребята, которые основали это всё дело, они, ну, на самом деле было много бизнесов, и компания сама Render Solutions, это не одна компания, это группа компаний. Вот, и они в своё время занимались сборкой компьютеров, потом это вышло уже на более серьёзный оборот, они занимались серверным оборудованием. И вот в процессе того, как они разрастались в плане серверного оборудования, было принято решение создать непосредственно свою серверную. Сначала она была небольшая, потом она стала гораздо больше, сейчас у них большая своя серверная для просчёта. И они начали вот буквально два года назад заниматься рендерингом и сдавать таким образом свои сервера в аренду. То, что домен существует недавно, это вполне логично, потому что сам бренд Render Planet, он тоже недавно был ими приобретён, у них был ребрендинг, до этого у них был менее интересный домен, он Red Service назывался тогда, он ещё с тех пор, когда они ещё занимались сборкой компьютеров, существовал, и этот домен в своё время, он на самом деле ещё старше, ему там в районе 7 лет этому домену, 5 или 7 лет, но в общем-то он очень старенький, он был тоже куплен когда-то на аукционе, поэтому сейчас они сделали ребрендинг, они уже настроились конкретно под рендеринг, и у них это хорошо получается, потому что когда мы искали партнёра, в плане вот компания GENETO, когда искала партнёров, чтобы реализовать эту идею, мы выбирали среди многих рендер-ферм и выбрали Reder Solutions, потому что у неё есть достаточно большой пласт постоянных заказчиков, которые заказывают просчёты, при этом на сегодняшний момент есть как крупные заказчики, так и средние, так и мелкие, вот на сегодняшний момент мы пересчитываем мелких заказчиков, то есть это не 3D-сцены каких-то, матриц или аватаров, нет, мы просчитываем, сами проекты, они небольшие, это клиентами являются архитекторские бюро, преимущественно, это дизайнеры, которые просчитывают интерьеры зданий или внешнюю часть зданий рендеринг, то есть это небольшие заказы. Почему мы не занимаемся большими заказами, просто пока нам их не дают, потому что мы ещё маленькая рендер-ферма, сейчас на сегодняшний момент мы приближаемся к 5-ти тысячам, для того, чтобы более-менее серьёзные заказы шли, которые обеспечивают загрузку как бы на 100% наших мощностей, это нужно, скажем, нам где-то в районе 20-ти тысяч гигагерц, чтобы было у нас постоянно в онлайне, поэтому у нас есть, что можно стремиться. Поэтому, друзья, здесь ничего страшного нет, действительно, есть старый, уже устаревший домен, RedService.com, можно зайти, можно посмотреть историю, и действительно увидим, что там раньше занимались компьютерами, если ещё дальше вглубь его нырнуть, то там можно увидеть, мне уже какие-то люди наши пытливые, рассказывали, что изначально он вообще испанской компании какой-то принадлежал, но ничего здесь такого военного нет. Сейчас компания Render Solutions развивается, и у неё сейчас, как бы она развивает новый бренд, совместно с компанией G-Network мы строим самую большую рендер-ферму в мире. И я уже разговаривал с нашими лидерами, мы, скорее всего, что сделаем, то есть мы возьмём каких-то активистов, то есть возьмём какую-то небольшую делегацию, там 3-4 человека от наших партнёров компании, которые поедут в Австрию, посмотрят офис, посмотрят там работников Render Solutions, мы сейчас с ними ведём переговоры, чтобы это всё осуществить, и даже их впустят в святую святых, в серверную, где располагается непосредственно платформа для рендеринга компании Render Solutions, та, которая собственная. Спасибо, Евгений, это... Потрясающе. Евгений, скажите, пожалуйста, я так понимаю, вот очень многие партнёры переживали, насколько вот масштабируемость этой фермы. Если я правильно вас понял, что ближайшая цель – это 25 тысяч гигагерц, это небольшая цель, и даже для того, чтобы её добиться, это нужно порядка 50 тысяч партнёров, которые купят ферму, потому что все в один момент в онлайне бывает, и это только ближайшая цель, при том, что сейчас около 5 тысяч, это говорит о том, что у всех партнёров есть большое поле для развития, то есть, скажем так, и в плане построения команды, и в плане пассивного дохода, потому что вся их команда будет зарабатывать на рендинге, и, соответственно, партнёры, которые развили такую сеть, будут получать, ну, можно сказать, очень серьёзный пассивный доход. Правильно ли я понимаю? Всё правильно. Дело в том, что 25 тысяч гигагерц – это лишь предварительная наша цель, потому что на сегодняшний день самая крупная ретроферма в мире – это в районе 180 тысяч гигагерц. Вот та компания действительно обслуживает очень крупные заказы, но в той компании просчитываются большие телекомпании, и мы, конечно же, к этому стремимся, для того, чтобы те же 180 или 200 тысяч гигагерц было у нас в онлайне, нужно будет порядка 450-500 тысяч человек, купивших вот наш пакет и запустивших рендер-ферму. И вот к этому мы стремимся, и мы стремимся, конечно же, к большим клиентам, к большим заказам, и поэтому нам нужно расти. Спасибо, Евгений. Я ещё один вопрос, когда я ещё один уточняющий вопрос, дело в том, что действительно все смотрят на очень много партнёров, которые смотрят на вот этот бизнес как на стратегический бизнес, и слышали, что у компании много планов, что рендер-ферма – это только, так сказать, верхушка альберга. Правильно ли я понимаю, что, по сути дела, человек, который сегодня начинает активно работать, он вот так, как я понял, что возможность для масштабирования есть, даже если ставить планку, сделать мощность, то точно такую же, как есть на сегодняшний день, самая большая. Я думаю, что цель когда-то и сделать больше, чем эта мощность. То есть, по сути дела, нужно 360 тысяч партнёров, чтобы, в принципе, иметь такую мощность. Так вот, по сути дела, сегодня активные партнёры, можно их назвать, может уже становиться лидерами, потому что продвигает это интересное направление, они могут стать причиной создания вот такой вот сети из тысячи компьютеров, десяти тысяч компьютеров, или, может быть, даже десятков тысяч компьютеров. И правильно ли я понимаю, что пассивный доход этих людей будет очень завидным, потому что каждая ферма действительно сдаётся, действительно сдаёт мощность компьютера, действительно владельцу приносит пассивный доход. То есть, настоящий, не тот, который, скажем, в компаниях, так называемые, хайповые, инвестиционные и так далее. И вот с этого дохода вот такой один ручеёк идёт человеку, который поучаствовал в создании этой сети. И тогда мы можем сказать, что сегодня человек, который активен, действительно активен, который выбрал, так сказать, G-Network, и вот это направление, как своё самое главное, то, по сути дела, ну, можно ли так сказать, что он может создать бизнес, бизнес, который будет приносить ему очень серьёзный доход на годы вперёд. И что, вы знаете, иногда у людей кажется, что, наверное, денег на всех них хватит. Это ж может быть десятки тысяч компьютеров, и каждый будет приносить доход. Не буду называть цифры, но они действительно впечатляют. Вот если можно, Евгений, прокомментируйте, насколько это перспективно, насколько это правда, насколько партнёры, которые сегодня вложат свои кто-то месяцы работы, кто-то год, имеют перспективы в компании G-Network и вообще брендинге. Я не очень люблю большие прогнозы. То есть я люблю рассуждать о трендах сегодняшних и о каких-то цифрах. Смотрите, какие тренды наметились вообще вот сейчас в наше время. Для начала давайте с вами вспомним, что тогда только-только появились компьютеры, производители шли по пути увеличения мощностей. То есть на сегодняшний день в музыкальной открытке, которую мы покупаем, и играет музыка при открытии музыкальной открытки, памяти больше, чем было в компьютере, который управлял посадкой космического корабля на Луну. О чём это говорит? Что мощность росла постоянно, постоянно увеличивалась тактовая частота процессора, памяти становилось всё больше, больше и больше. Но сегодня тренд уже немножко сдвинулся в другом плане, что сегодня уже супер мощный ноутбук уже не нужен. мы остановились на какой-то вот средней мощности, да, там 2,4 гигагерца или там 1,5 гигагерца, 2,4 или 3, уже огромной разницы нет. Почему? Потому что большинство функций выполняют уже сервера. И почему сейчас вот очень стали популярны планшеты, которые по сути являются очень слабенькими компьютерами. Потому что планшет создан для того, чтобы передавать изображение в интернет и получать какую-то информацию с интернет. И сейчас появились так называемые облачные технологии. То есть это удалённый компьютер или несколько компьютеров, которые выполняют все эти функции, которые раньше выполнял лично ваш компьютер. Вот точно так же, как рендер-ферма. То туда отправляют заказ, он пересчитывает и заказчик, даже если у него слабый компьютер, получает очень большую мощность, ну удалённую. Так вот, какой он на тренд? Тренд такой, что постепенно, очень мало будет зависеть от большинства наших локальных гаджетов, телефонов или непосредственно компьютеров. Вся мощность будет удалённо к вам поступать из интернета. И все функции вы сможете делать там. Главное, это писать музыку, делать какие-то 3D-модели, рисовать, как вот в Photoshop и так далее. Благодаря вот этим вещам, благодаря тому, что аппаратура очень сильно развилась и стала очень мощной, всё это повлияло на систему производства, на систему планирования, на систему съёмки фильмов и так далее и тому подобное. То есть мы начали обрабатывать более серьёзные изображения. Наши фильмы, которые мы смотрим, там в сотни раз больше стало 3D-график и каких-то спецэффектов. Есть уже фильмы, в которых вообще нет актёров. Полностью всё сделано на компьютере. Сейчас у нас даже те же мультики, они стали уже делаться больше в 3D, чем просто производиться рисованные мультики. В общем-то, всё движется к тому, что люди начинают удалённо использовать мощности. И особенно интересно стало работать тем же дизайнером, потому что сейчас они не только рисуют простую картинку, они могут нарисовать 3D, они могут предложить тому же заказчику побродить внутри здания, посмотреть, как будет смотреться внутри ремонт с любой точки и так далее и тому подобное. В общем-то, тренд идёт к тому, что мощности становятся всё более востребованы. И одновременно с этим люди меньше вкладывают уже в собственные мощности. Различным фирмам выгоднее всё-таки действительно заплатить каких-нибудь там несколько долларов для того, чтобы быстро сделать удалённо, чем вкладывать десятки тысяч долларов в создание собственной серверной, платить тысячи долларов в зарплату программистам для создания специального программного обеспечения, потом платить тысячи долларов своим системным администраторам и платить за электроэнергию и так далее и тому подобное. Потому что сама рендер-ферма или вообще серверная это достаточно дорогое занятие не только в плане аппаратуры и обслуживающего персонала, но и в плане того, что это всё очень энергоёмко, то есть нужны постоянные системы кондиционирования, должны быть системы бесперебойного питания, специальные генераторы, не говоря уже о просто потреблении электричества всеми этими машинами. А мы со своей стороны тут решаем очень много вопросов. То есть со стороны, вот, кстати, для заказчиков, да, интересно чем? Во-первых, им не нужно это содержать, во-вторых, мы не платим за электричество, потому что фактически сдаётся в аренду аппаратура удалённо у каждого человека, который и так работает по своём компьютере, просто там лазит по интернету и так далее. Это стало выгодно всем. То есть со стороны компании Render Solutions, это огромная ферма, которая не требует от себя никаких затрат, потому что представьте себе ферму там 200 тысяч гигагерц, это должно быть, я не знаю, шестиэтажное здание серверов с огромными генераторами в миллионы долларов и с потреблением, не знаю, наверное, с небольшой собственной электростанцией. Так вот, здесь этого нет. Одновременно с этим, то есть мы фактически не несём эти затраты и можем действительно предложить более дешёвые цены для наших потребителей, для наших заказчиков, которые будут с удовольствием заказывать у Render Solutions этим ценам просчёты. И чем нас будет больше, тем больше мы заказов сможем обработать и тем доступнее цены мы сможем на аренде наших серверов дать. Потому что компания Genetwork, она не видит себя просто как рендер-ферма и мы не зарабатываем больших денег непосредственно на рендеринге. Мы себя не видим как вот какой-то компании, которая будет просто фермой номер один. Мы видим всё-таки себя MLM-компанией номер один в мире с высокими технологиями, продуктами, высоких технологий, которые обеспечивают пассивный доход нашим людям. Мы говорим уже сейчас о том, что сама программа рендеринга, это будет необычная программа. Она будет развиваться. И эта программа постепенно обрастёт новыми функциями, новыми рекламными фишками, типа вот участия в вопросах или просмотр баннеров, или ещё интересных моментов, допустим, мессенджеров и так далее. То есть она будет обрастать новыми функциями, которые будут не только упрощать нам жизнь и делать её интереснее, но ещё и даст дополнительные заработки. То есть в ближайшем будущем люди, которые владеют программой рендеры фермы, они смогут не только зарабатывать непосредственно на рендеринге, на сдаче процессора в аренду, а смогут ещё и зарабатывать на участии в небольших опросах, просмотрят таргетированные рекламы, на ставках, потому что там будут площадки для ставок, то есть можно будет делать ставки на различные спортивные события, на том, что в этой программе появится система peer-to-peer, то есть микроаккредитование, можно будет друг друга аккредитовать, при этом неся небольшие очень риски, то есть маленькие, диверсифицировать риски. Вот когда, допустим, человек занимает деньги, но ему занимают тысячу человек по, допустим, несколько центов или по доллару, то есть каждый человек из заёмщиков, он практически не рискует, и видя рейтинг заёмщика, тот, который отдавал, у него будет выше рейтинг, вы можете сами определять, кому вы занимаете сколько денег. Таким образом, вот это микроаккредитование тоже будет давать хороший процент при минимальном риске. Представьте себе, что тут же будут ещё различные вещи, такие как игры, то есть можно будет играть в различные игры в этом приложении, может быть покер, может быть шашки, может быть реверси и так далее, при этом можно делать, будет ставки, ставки небольшие для того, чтобы был интерес выигрывать, и потом там будут определённые чемпионаты, и это же приложение потом ещё будет лотерейным, то есть можно будет участвовать в совершенно классной лотерее, где будет очень много разыгрываться призов, очень много людей будут выигрывать, и будет ещё и супер-приз, да, джекпот, ну и так далее и тому подобное. Вообще-то я не могу сейчас вот за наше небольшое интервью всё рассказать, но в общем-то планы глобальные, и поэтому, поверьте мне, люди, которые установили сейчас эту программку, они не пожалеют, потому что она перерастёт в нечто такое глобальное, в приложение, которое мы уже назвали Jam, ну так, такой вкус новых технологий, то приложение, которое, я думаю, что в ближайшие 2-3 года, оно привлечёт к нам миллион партнёров, а те в свою очередь раздадут их своим знакомым, и мы хотим, в конце концов, прийти к цифре в 100 миллионов. Спасибо, Евгений, действительно, очень интересные такие перспективы, большие горизонты, но, тем не менее, у меня следующий вопрос, и он такой, скажем так, с небольшой подковыркой. Хостинг, на котором расположен домен renderplanet.com, находится в Германии. На этом же хостинге, как утверждают некоторые люди, которые проверяли эту всю информацию, расположены и другие, естественно, сайты, в основном из Латвии. Например, один из сайтов посвящён про НЛО в Латвии. Такой хостинг, как они утверждают эти люди, стоит достаточно недорого и не отвечает высокой степенью защиты. Некоторые считают, что это как-то не совсем солидно для большой рендер-компании. Что вы скажете? Давайте я заодно сразу всех просвещу. Дело в том, что, первое, почему Германия? Для начала. Самые солидные компании, они имеют свои сервера в Германии. Почему? Потому что центром интернета является Франкфурт. Это Германия. То есть туда сходятся все каналы всего интернета Европы. И поэтому, если мы хотим получить самый быстрый, качественный интернет, то, конечно же, любая уважающая себя компания берёт хостинг именно в Германии. Теперь второй момент. Непосредственно о хостинг-провайдере. Хостинг-провайдер Хезнер – это одна из ведущих компаний Германии по хостингу. Представьте себе помещение, в котором находятся шкафы с серверами, и это помещение площадью 3,5 километра. Квадратных километров. То есть 3500 квадратных метров. Это огромнейшее помещение. Там десятки тысяч серверов. И Хезнер, благодаря тому, что он даёт небольшие цены, он действительно даёт небольшие, сравнительно небольшие цены, хотя они не самые дешёвые, поверьте, он обеспечивает качественное обслуживание на немецком и английском языках. Он обслуживает клиентов круглосуточно, 24 на 7. А у него очень квалифицированные специалисты, у них очень мощная противопожарная защита, безопасность, у них бесперебойное электростанбжение. И там стоят очень мощные дизельные генераторы для автономного режима, которые могут продержать сервера работающими, даже если отключится немецкая электростанция, которая их питает, и отключится вторая, это резервный канал, то на дизельных генераторах они ещё проработают около недели. По крайней мере, мне неизвестны такие вот конкуренты, которые обеспечивали бы более чёткий и качественный сервис, чем компания Хедсдер. Каждый может зайти в Google, найти сайт компании, посмотреть, сколько они национальных наград получили, потому что лучше сервиса просто нет, я считаю. А второй момент, почему там находятся латвийские сайты? Дело в том, что там находятся сайты со всего мира, и американские сайты, латвийские, индийские, и каких только нет, и китайские, потому что у них на сегодняшний момент около 10 миллионов сайтов хостятся, и можно найти любые совершенно, потому что со всего мира клиенты пользуются этим сервисом. Естественно, компания Render Solutions, понимая, что она обслуживает и азиатский рынок, и европейский рынок, она расположила там тоже свои сервера, и там есть действительно сайт расположен самой компании, на которой и принимаются заказы. Спасибо, Евгений. Теперь следующий вопрос относительно скажем так регистрации собственно компании, потому как есть люди, которые зададут вопрос, а почему компания Render Solutions Limited , зарегистрирована в офшорной зоне, такое для некоторых это страшное слово, с каким-то негативом связано, это одна из карибских стран, Белиз, а не собственно в Австрии, как написано на сайте компании. Ну, как я уже говорил в этом интервью, дело в том, что компания Render Solutions, я не директор, конечно, компании Render Solutions, но у меня у самого есть много бизнесов, и есть определенные компании, которые находятся тоже в зонах с льготным налогообложением, я вам скажу так, дело в том, что компания Render Solutions, она является группой компаний, то есть на самом деле это несколько компаний, и любая компания, которая принимает платежи во многих странах, она чаще всего имеет какие-то филиалы и в офшорных зонах, это нормально с точки зрения оптимизации налогообложения, и те люди, которые очень сильно пугаются этого, они могут просто взять и посмотреть информацию о тех группах компаний, которые, допустим, обеспечивают им мобильную связь, на самом деле у 90% мобильных операторов есть свои филиалы в офшорных зонах, и это связано именно с этой же оптимизацией налогообложения, точно так же, как у многих банков, на самом деле, есть дочерние банки в офшорных зонах, это не для кого не секрет, что благодаря вот таким вот инструментам действительно можно собирать деньги с клиентов по всему миру, обеспечивая им хорошие цены, иначе к этим ценам можно было бы еще добавлять различные налоги на различных стран, и что было бы просто экономически нецелесообразно и не выгодно. Спасибо, Евгений. Вот теперь такой следующий вопрос. Многие опасаются, что программа RenderFarm может быть вредоносной, из типа троян, который там может воровать из компьютера владельца всю личную информацию, что злоумышленники могут воспользоваться этой информацией для каких-то черных своих гадких дел, либо устраивать DDoS-атаки, и тому подобное. Также распространение таких программ преследуется уголовной ответственностью по очень тяжкой форме это все, и есть личности, которые, скажем так, в интернете сегодня ведут активную политику и борьбу с распространением вредоносных программ, и, опять же таки, RenderFarm почему-то эти люди сравнивают с некой вредоносной программой, распространение которой преследуется законом. Что вы можете тут сказать? На самом деле здесь все очень просто. Те люди, которые хоть немножко понимают программирование, они на самом деле понимают, что если сравнивать, например, функционал RenderFarm, которая просто скачивает файл, просчитывает и через тот же порт отдает этот файл, то она для злоумышленников менее интересна и им гораздо проще работать через ваш, допустим, браузер, через установку троянов определенных, через определенные сайты, которые вы посещаете, или, допустим, через Skype. Потому что чем больше функционал имеет программа, тем ей как бы легче воспользоваться злоумышленнику, то есть больше дырок в ней можно найти. И поэтому я всегда говорю о том, что, послушайте, ваш браузер, через который вы властье по интернету, он, наверное, в тысячу раз может быть опаснее в плане того, что он может нанести гораздо больше урон благодаря какому-то хакеру, чем наша программа. Второй момент это то, что сама компания G-Network никогда не будет этим заниматься, потому что мы уже существуем не первый год, то есть мы не компания однодневка, а мы уже существуем достаточно много лет. Второй момент это то, что на сегодняшний день обороты самой компании превышают несколько миллионов долларов и компания с такими оборотами никогда в жизни не будет, ну скажем, размениваться на какие-то мелочи в плане кражи какой-то индивидуальной информации у какого-то партнера. Во-первых, ей это просто не нужно, а второй момент, вы знаете, вообще, уважение к компании, оно зарабатывается годами, а теряется за один день. Поэтому такая большая компания никогда не будет себе этого позволять, нам это просто не нужно. Плюс, опять же, та же программа Redderfarm, она существует уже тоже не первый день, а вот, существует уже год, и за это время не было ни одного критичного заявления по этому поводу, чтобы программа что-то у кого-то либо украла, либо забрала, либо что-то уничтожила какую-то информацию, либо в чем-то были бы какие-то обвинения. То есть, так бы, однозначно, с 5000 человек кто-то бы по этому поводу обязательно выложил этот интернет, но этому доказательств нет, естественно. И, опять же, если бы она содержала какой-то троян, ваши бы антивирусы об этом вам сообщали. Но антивирусы, тот же Касперский или доктор Веб или еще какие-то Симонтек, вот, лидеры рынка не говорят ничего плохого про нашу программу, когда ее проверяют. Поэтому, это, я думаю, что такой вопрос происков наших конкурентов. Да, Евгений, ну, я согласен, что антивирусы все молчат, то есть, никаких конфликтов нет, но все-таки при установке программы Render Farm Windows ну, как-то ругается и реагирует на эту программу как на какую-то непонятную и в ней там что-то подозревает. С чем это связано? Смотрите, друзья, все тоже очень просто. Не то, что компания Microsoft, когда пишет Windows, она вносит в свою базу данных только основных разработчиков, потому что они физически не могут охватить всех разработчиков в мире, все программы в мире и внести в свою базу данных. И что получается? Сам Windows, он не является антивирусом. Сам Windows, он просто предупреждает, когда устанавливает программу, что данная программа ему неизвестна. То есть, компания Microsoft во главе с Белом Гейтсом, они не знают именно про эту программку, вы уж извините, потому что миллиарды программ сейчас в интернет есть, и каждый день появляются все тысячи и десятки тысяч программ выходят в свет. Естественно, Windows физически не может знать о всех программах, да она и не должна, потому что если бы в базе данных были данные о всех программах в мире, то Windows она бы, наверное, весила бы 100 терабайт, как минимум. И нам бы никакого компьютера не хватило и установить. Поэтому Windows когда запускается какой-либо исполняющийся файл, какая-либо инсталляция, он всегда предупреждает, что я эту программу не знаю и она действительно может, если она может содержать вирус или еще что-то, поэтому будьте длительны и если вы сами эту программу не знаете, то не запускайте, если знаете, то нажмите продолжить. И это тоже вполне нормально. Хорошо, Евгений, спасибо. Тут еще такой момент. Мы только что в процессе общения его немного затронули, но и тем не менее, существуют ли у компании G-Network и собственно у Render Solution Limited злобные конкуренты или даже может быть враги? Могут ли они распространять информацию, которая противоречит всему, что говорят эти две компании G-Network и Render Solution Limited? Может быть есть ли у этих врагов цель подорвать доверие, авторитет компании? То есть есть ли такие лица на рынке и по большому счету как реагировать партнером и клиентом G-Network на компрометирующую какую-то информацию в сети интернет? Естественно у любой развивающейся активно развивающейся компании есть конкуренты и на сегодняшний момент сложилась такая позиция что компания G-Network она развивается очень активно и в плане новых технологий как ферма и конечно же мы представляем огромную угрозу тем рендер-фермам которые сейчас существуют когда там люди вкладывали сотни тысяч долларов и продолжают их вкладывать потому что оборудование устаревает надо постоянно менять винчестеры и так далее то есть комплектующие несет постоянные затраты и при этом находится на грани банкротства а таких очень много действительно очень много потому что люди умеют хорошо вкладывать но продвинуть проект развернуть его так чтобы проект стал популярен и чтобы были постоянно клиенты это на самом деле гораздо сложнее что получается на сегодняшний момент просто сотни рендер-ферм сотни руководителей или хозяев рендер-ферм видят в нас очень и очень серьезных конкурентов которые фактически отбирают у них рынок и мы это прекрасно понимаем и вы должны это хорошо понимать и поэтому естественно будут в плане защиты они делают все чтобы каким-то образом очернить нас рассказать что это все не работает что такого не может быть что эта технология нереальна и так далее хотя я вам скажу что многие наши партнеры для того чтобы проверить они реально создавали проекты в 3D Max нарисовали какие-то небольшие загружали на сайте Render Solutions на сайте Render Planet и просчитывали действительно просчитывали свои проекты и понимали что оно действительно работает да вот второй момент это то что мы растем очень сильно как MLM компания к нам приходят лидеры других компаний и приходят не одни а приходят с огромными командами а что это означает что вышестоящие лидеры те которые в свое время не рассмотрели эту возможность это значит что руководство этих компаний конечно же видят нас не просто конкурентов они видят нас просто врагов каких-то потому что фактически таким образом идет подрыв бизнеса но мы здесь ничего не можем сделать мы не говорим о том что мы там самая лучшая компания но мы стремимся к тому чтобы быть действительно самой передовой предложить людям самые лучшие возможности и люди это видят и конечно же они переходят и поэтому мы вынуждены становимся конкурентами такими серьезными и такой серьезной угрозой для бизнеса для других компаний и конечно же те люди которые не за добросовестную конкуренцию они пытаются сделать что-то плохое они пытаются сделать какие-то ролики с высосанными из пальца фактами пытаются сбить с толку людей которые не понимают в программировании в рендеринге и так далее создавать массу всяких неприятных роликов но это нормально мы к этому готовы мы на это совершенно нормально реагируем и понимаем что знаете как в басне моська лает слон идет так вот компания дженетвик это такой большой слон который идет еще и набирает обороты скоро будет бежать в общем-то огромная такая махина которая разрастается и я думаю что никаких конкурентов не хватит чтобы переубедить наших людей что это не работает потому что результаты налицо люди зарабатывают деньги а приходят новые заказы мы видим что постепенно количество программ рендерфарм увеличивается и в два раза больше людей просто скачивает рендерфарм для того чтобы пока с ней познакомиться то есть вот тенденция на сегодняшний день когда у нас к пяти тысячам приближается количество программ порядка десяти тысяч еще программ скачано и люди в демо-версии смотрят на это дело изучают интересуются этим и я думаю что у нас просто огромные перспективы и никакие конкуренты не помешают стать компанией что информация будет постоянно появляться какая-то нейтральная может быть и негативная понятно что конкуренты как MLM компании так и в IT технологии захотят очернить и подорвать авторитет и доверие собственно G-Network и Solution Limited это так как вот сказал Евгений это абсолютно нормальный естественный процесс в развитии любой крупной компании то есть если поднять историю того же Microsoft того же Apple и других крупных корпораций и брендов то есть там все не так уж и скажем так чисто гладко вот а у многих не обходилось без судебных дел Евгений большое спасибо были очень скажем так заданы насущные вопросы волнующие многих людей вы более чем исчерпывающую информацию дали ответили поэтому большая благодарность вам и работаем над тем чтобы создавалась компания создавалась большая сеть из Render Solution из наших скажем так программ выпущенный Render Solution Limited спасибо большое спасибо большое за общение я очень рад с вами общаться надеюсь со всеми партнерами которые прослушивают эту запись мы встретимся на ежегодных каникулах компании будут с удовольствием с вами отдыхать и зарабатывать деньги давайте становиться очень богатыми людьми для того чтобы осуществлять все наши мечты спасибо всем участникам на связи с вами был Сергей Самсонов Александр Гладкий и Евгений Черногубов субтитры Продолжение следует...